Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Здравствуйте! Начинается программа «Дневной разворот» в Кирове. Приветствуем вас, Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. У меня такое ощущение, что нас музыку подрезали. Обычно как-то разгонялись дольше и веселей. Было время настроиться достаточно активно, весело и так далее. Наши звукорежиссеры сегодня нас сразу в бой решили запустить. Мол, работайте, нечего, в баклуши бить. Говорить не о чем, давайте по теме говорить. Ну что, новая рабочая неделя, 10 февраля, сегодня понедельник. Мы снова с вами. Олимпийская неделя новая начинается. Надеюсь, будет она насыщенной в плане побед российских олимпийцев. Вот выходные как-то в этом плане не очень. Ну, спасибо фигуристам, конечно, но я следил все-таки за биатлоном и за вот этой гонкой 30-километровой, да, когда сначала классическим, потом спортивным, коньковым, точнее, ходом. Хотелось бы, чтобы наши лыжники медали все-таки получили, но не получилось. Вы знаете, я так подозреваю, что это, наверное, будет совершенно женское, чисто женское мнение. Но сообщения про Олимпиаду, изыски в истории Олимпиад, предположения и так далее, все, что связано с Олимпиадой, вот мне, я повторяю, это сугубо, наверное, женское мнение, мне уже изрядно надоели. Почему? Ну, потому что одно и то же, по всем каналам, беспробудно, я уже знаю все про всех, вот, у меня есть достаточно ограниченное время для того, чтобы смотреть телевизор, вот, но когда я его включаю, я слышу только одно, вот. Вот, и когда вот в 6 утра включаешь новости, а к 9 ты прослушивала это уже 15 раз, как-то уже начинаешь, уже начинаешь чувствовать, что хочется других историй, других новостей. Прости меня, Господи, но это именно так, вот. Ну, я говорю, ну, есть женское мнение, есть мужское мнение, и как-то, вот, женское, наверное, все-таки будет за меня. Я так понимаю, что связано это с тем, что особенно-то похвастаться нам нечем. А, наверное, да. А вы переключаете каналы, изучаете, как это преподносится одними журналистами с одного канала, потом другими с другого. Вы знаете, если бы я приросла к креслу, я бы, может, и переключала, но поскольку у меня телевизор работает, а я в это время, у меня же рыбки, собаки, всех выгулять, всех накормить, со всеми побеседовать, пообщаться, плюс еще не забывайте, у меня еще и работа есть, вот. Вот. Поэтому я передвигаюсь активно, и когда я включаюсь, и я слышу опять то же самое, опять за рыбу деньги, вот. И я сегодня уже подумала, что мне что-то это меня начало утомлять. Но все равно мы желаем победы, да, всем нашим олимпийцам. Конечно, так или иначе, олимпиада продолжается, будут и наши земляки там выступать в скором времени, и, конечно, особое внимание к ним, ну, не знаю, насколько стоит доверять им. Будем болеть со страшной семьей. Будем болеть, конечно. И, конечно, напомним о том, что у нас в перспективе будет телефонная связь с Светланой Владиславовной Медведевой, она будет выходить как раз-таки в разворотах. Да, она будет, мы хотим сказать, что Светлана Владиславовна по приглашению Олимпийского комитета российского будет возглавлять, собственно говоря, даже не кировскую делегацию, а в принципе будет руководить так вот Олимпийскими играми, Олимпиадой, вот, и она нам пообещала, что будет выходить с нами на связь. Но на свою вахту, там время поделено на две части, вторую половину Олимпиады, вот она вылетает 12-го числа. Ну, как раз-таки на этой неделе, да, она отправляется туда? Вот, на этой неделе отправляется, и, видимо, со следующей недели она как официальный представитель, и одна из самых важных лиц там, вот, будет выходить с нами на связь. Мы договорились. Но всегда интересно слушать с места событий. Я думаю, что это крайне интересно. Ну что ж, давайте мы будем переходить, да, собственно говоря, вот, превалирование вот этой вот Олимпиады во всех сообщениях и во всех новостях сделал затруднительный поиск наших тем. Вот, мы очень долго с редакторой мучились, пытаясь определиться, кто, что и как миновать уже вот эту назойливую тему, и поработать то, что ближе к нам и ближе к нашей земле. Вот, нашли с трудом, и темы наши не будут касаться Олимпиады. Мы размялись, поговорили, но темы у нас иные. Давайте будем озвучивать, потому что, на мой взгляд, это достаточно интересно. Давайте, в первом части мы постараемся поговорить о том... Что постараемся? Будем говорить? Будем говорить о том... Будем говорить о том, что доступность оружия в нашей стране нужно повысить. Вот, я... Не-не-не-не-не-не... Вы можете произносить слово легализация оружия в нашей стране? Нет, давайте скажем, слово легализация, это официальное название процедуры легализации короткоствольного оружия. Возможно это или невозможно, надо это или не надо, зачем и кому это надо, на сей счет у меня есть особое мнение свое. Но, кстати, это один из пунктов нашего опроса, вот там есть мое мнение. Давайте озвучим вопрос, начнем работать. Да, телефоны. Телефоны 708-502, можете высказаться в любой момент, главное, чтобы во время обсуждения, а не позже, зачастую бывает, что позже слушатели звонят. Ну да, мы ушли на перерыв, а нам звонят. Так что действуйте оперативнее. Итак, опрос на нашем сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Так, 708-502 все-таки, не озвучил номер телефона. Я почему-то дважды озвучил, вы озвучили, я озвучил, а теперь вы третье же сказали. Надеюсь, что запомните. Для смс 8909-720-101-0, ну и опрос на сайте хакирова.ру, а также в нашей группе ВКонтакте, если именно эта социальная сеть вам более как-то удобно пользоваться ей. Разрешать ли гражданам России вооружаться? Четыре варианта ответа. Да, это необходимо в целях безопасности. Безопасности, видимо, каждого из нас. Второй вариант. Да, но только тем, кто прошел серьезную спецподготовку. Ну, безусловно, наверное, оружие предмет повышенной опасности, и нужно правильно с ним обращаться, уметь с ним обращаться. Третий вариант. Категорически нет, поубиваем мы друг друга. И еще один вариант. Только не в периоды весенних и осенних обострений. Да, вот такое у нас... Это что имеется в виду? Это четвертый ернический вопрос. А это по степени заболевания, как бы. Ну, это по мере вашей испорченности. Как ходите, так и судите. То есть, получается, продавать, продавать. Это веселый вопрос, Володя. И, может быть, найдутся люди, которые посчитают, что он, в общем-то, значимый. На мой взгляд, это значимо. Зимой и летом так раздали всем оружие, а весной и осенью забрали. Собрали. Ну, опять же, бюджетные деньги, опять же, за работу платят. Работа стоит, деньги идут. Ну, что ж... Собственно, давайте поясним, почему мы эту тему взяли. Все потому, что завтра в дискуссионном клубе «Вечерний», который организован членом общественной палаты Николаем Пехтиным, состоится как раз-таки дискуссия на эту тему, легализовать ли краткоствольное огнестрельное оружие или не легализовать его, в качестве специалистов, в качестве спикеров основных в процессе этого дискуссионного клуба будут принимать части Ярослав Шитов. Это координатор Кировского отделения «Право на оружие». Это, видимо, человек, который выступает все-таки за легализацию. И оппонировать ему будет член общественной палаты Кировской области Олег Ткачев. Ну что ж, давайте все-таки мы перейдем уже ближе к теме, потому что, несомненно, нам в начале именно у Пехтина Николая хочется выяснить, вот тема легализации оружия, что она значит. Это разрешение на право ношения оружия по объективным или внеобъективных каких-то правил и событий. Давайте все-таки мы выясним у Николая Пехтина. Да, он сейчас на связи. Он сейчас на связи с какой же целью, о чем, собственно говоря, будет разговор. Николай, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, да. Николай, скажите, почему именно сейчас возникла потребность в обсуждении этой темы, которая муссируется уже много-много лет в России? Ну да, уже года три, как было предложено уже. Нет, периодически тема возникает, потом затухает, потом снова возникает. Я понимаю, что есть некая пролонгация, потому что оружия у нас в России выпускается много. Может быть, продавать своим, тогда будет активизироваться его продажа. И еще, Николай Анатольевич, вопрос самый главный. То есть, не почему возникла вот сейчас тема к обсуждению, да, что значит в контексте легализация, о чем говорится? Это о продаже оружия горожанам, это какие-то иные смысловые нагрузки тут есть. Не только горожанам, вообще гражданам. Вообще всем, да. Да, эта тема действительно уже давно муссируется. Тем более, сейчас произошло у нас в стране два случая. Это вот в Москве в школе и в Южно-Сахалинске. И поэтому эта тема вновь обостряется. И я предполагаю, что, скорее всего, на заседании клуба мы будем говорить о легализации, имея в виду, это не только ношение, но и приобретение оружия, естественно. Чтобы человек мог держать оружие у себя дома, если ему он считает это необходимым. Ну и так же наше время, конечно. Или так по ковбойски за поясом, за ремнем брюк, периодически отстреливая себе неловко ягодицы. Хотя есть и такие люди, наверное, могут появиться. Но речь-то не об этом немножко идет. Я считаю, что граждане должны иметь для себя защиту надежную. Плюс это наличие оружия, оно морально очень сильно человека защищает. Подождите, вы сейчас... Но психологи, наверное, могли бы поспорить. Давайте так. Вот смотрите. Первый вопрос, который возник после вашего выступления. Вы будете говорить о легализации короткоствольного оружия. То есть имеется в виду, что вы минуете вопрос. Это длинноствольное. То есть это то, что для охоты предназначено. Карабины там и так далее, да? Нет, охоту не задеваем. Охоту вы не задеваете. Мы сейчас говорим только о любых модификациях. Там пистолет Макарова. Об оружии личной... Вальтеры, ТТшники, да? Нет, не все, наверное. Об оружии личной самообороны, наверное, речь идет с укороченным радиусом. Точнее, длиной действия, что ли, с небольшой убойной силой. Нет, как раз здесь нет указания. Здесь не говорится о травматическом оружии. Здесь конкретно говорится короткоствольное оружие. Нет, понимаете, Елена, в названии темы мы не могли отразить все аспекты, полностью развернутые очень широко. Ну, само название, оно предусматривает это. А реально на заседании это все будет обсуждаться. Ну, вот смотрите, травматическое оружие у нас разрешено и носить, и пользоваться разрешено. Ну, при соблюдении неких процедур. Да, определенный набор документов, разрешительное прохождение разрешительной системы, собственно говоря, и владелец травматического оружия. С этим все понятно. Видимо, если это разрешено, значит, будет говориться о большей убойной силе. Нет, понимаете, Елена, допустим, есть такое мнение, что если на человека нападают, и он воспользуется при обороне травматикой, так, то это нападавших еще больше раздражает. Еще больше у них появляются агрессии. Так. Нежели если бы человек, обороняющийся, применил боевое оружие. О, Господи. А не так разве? Вы знаете, я в свое время, учаясь в школе, я была чемпионкой области по пистолету, упражнение МП-5. Поэтому я прекрасно понимаю, что значит оружие в руках человека, вы знаете, вспыльчивого, слишком энергичного, слегка выпившего и так далее по степени опьянения. Полностью согласен. Поэтому вы же сами начали с примера, давайте, храм, храм в Южно-Сахалинске, где были расстреляны верующие, где погибла монахиня, вот, по-моему, монахиня Людмила, да? Да. Вот, а Московская школа, где были расстреляны, то есть вы начали представление, презентацию своей темы с позиции крайне негативной, с позиции крайне негативной. А теперь мы слышим, или вы, как, вот, собственно говоря, человек, представляющий эту тему, презентующий эту тему, вы вынуждены быть посередине, то есть представляя и ту, и другую сторону. Нет, Елена, конечно, да, вы правильно говорите, но вот для этого дискуссия-то и нужна, чтобы возникало понимание, формировалось общественное мнение, в конце концов, культура применения и этого же, ношения оружия. Так. Для этого, наверное, и надо обсуждение. Кстати, вас приглашаю, приходите обязательно. Вы знаете, я не приду, я вам говорю совершенно точно и однозначно, я не приду, потому что у меня есть, ну, я вам говорила, что стрелять я умею, как держать оружие знаю, и я знаю, как попадать в силуэты. Вот, то есть есть такое упражнение, вот, стрельба по силуэтам, причем она достаточно скоростная, и я знаю, что это такое, и никогда я не скажу, что, ну, я сейчас свою сторону буду склонять достаточно активно людей. Но, с другой стороны, вот, смотрите, Николай, допустим, наверняка темой обсуждения будет, да, кроме того, что легализовать или не легализовать, вы наверняка будете поднимать тему, кому можно, а кому нельзя. Я считаю, что если легализовать, то человек при получении оружия, при покупке, он должен пройти какие-то, значит, обследования. А какие, например? Ну, во-первых, наверное, это все-таки определенная возрастная планка, а потом... Ну, возрастная планка, здесь не надо определяться, у вас паспорт есть. Нет, я имею в виду, либо с 18, либо с 21 года, как во многих странах. Ну, если алкоголь с 21, то, может, оружие уже, 18, успокоимся, и тоже уже... А паспорт у нас вообще в 14 выдается, не с 14. Не, мне кажется, с 21 год это наиболее разумно. То есть ты пошел себе купил ствол и бутылку, вот, и все на законном основании. Николай, скажите, пожалуйста... С возрастными, подождите, с возрастными категориями мы определились. Дальше медицинские позиции, вот, возраст, не позиция медицинская. А дальше вы говорили, кому можно, вы сказали, пройти обследование, на этом мы остановились. А какое обследование? Ну, психическое... Као, моча, кровь, РВ? Нет, психическое, во всяком случае, необходимо. Понятно. Скажите, пожалуйста, вот у меня к вам вопрос. Неоднократно я поднимала тему, вот, в которой, ну, очень многие врачи, в том числе официальные работники диспансеров, которым разрешено, вернее, имеется допуск в базу данных больных людей. Вот, они, собственно говоря, били в колокола, говоря о том, что достаточно большое количество всевозможных медицинских центров и учреждений, не имеющих права входа в базу данных больных людей, в том числе алкоголизм, где содержатся данные об алкоголиках, о людях, употребляющих наркотики, они не имеют права вхождения в эту базу. И поэтому, минуя вот такие подробности, выдают справку о психическом здоровье. И это я могу подтвердить ежегодно публикуемыми данными со стороны ГИБДД, где указывается, сколько людей, страдающих наркоманией, алкоголизмом и так далее, садится по официальному разрешению за роль. Вас не пугает эта история? Нет, меня не совсем пугает. Почему? Потому что, в принципе, если закон такой будет, то он может предусматривать, что какие лечебные учреждения могут выдавать такую справку. У нас всегда существуют обходы. Есть очень жесткий закон. К сожалению, да. Я же вам говорю, что человек по здравом размышлении, человек-алкоголик, который попадал с белой горячкой в больницу, с острым отравлением, попадал в больницу. У нас есть люди-наркоманы, и они благополучно имеют права. Есть гарантия, что человек подобного плана избежит этой темы? Гелена, вы, наверное, со мной согласитесь о том, что и сейчас люди, которые очень хотят огнестрельное оружие иметь, они его имеют в обход всего, даже не имея закона. Да, несомненно. Поэтому как-то это упорядочивать надо, наверное, а не бояться. Ну, хорошо, мы заставим медицинский аспект в стороне. А люди, перманентно употребляющие, что по каждому человеку ходить по соседям и спрашивать, этот человек, когда выпьет, он агрессивный или наоборот песни поет и медленно в вальсе кружится? Елена, с вами согласен. Вот как раз тема для обсуждения. Елена, вот как раз-таки надо вам участвовать непосредственно в дискуссионном клубе. Обязательно, обязательно завтра в 18.30. Ничего не путай, да? Да, да, да. Вход Московская, 31. Николай, скажите еще, пожалуйста, почему именно эти персоны будут противостоять друг другу? Ярослав Шитов и Олег Ткачев. Ну, Ярослав Шитов, он, видимо, сторонник легализации. Ярослав Шитов, да, это общественная организация сторонников легализации. Их пока в Кирове не так много, но тем не менее они есть, и вот они выскажут свою позицию. А Олег Ткачев, у него позиция против легализации. Вот он выскажет свою позицию. Олег ведь долгое время еще занимается проблемами молодежи, наверное, и в этом как-то аспекте, да? Да, конечно. В этом плане. Конечно, да. Ему боязно за то, что будет легализовано оружие. Ну вот я не знаю, вот мы все время ждем звонков наших радиослушателей 708-502. Ярослав Шитов, я так понимаю, что Володя действительно занял такую нейтральную позицию, позволяющую рассуждать на эту тему. Я категорически не хочу рассуждать на эту тему, мне кажется, уже понятно почему. Ну, скажите, пожалуйста, у нас на Руси, по-моему, самым главным оружием, да, как у индейцев тамагавка, у нас что? Кухонный нож, сковорода, скалка. Не хватит ли нам этого оружия? Кстати, по статистике, большинство убийц именно кухонным ножом совершается. Нет, я не предлагаю, нет. Это, знаете, мне все говорят, а что теперь, ножи и скалки запретить, да сковородки выбросить? Да нет. Просто я считаю, что у нас даже то, что не считается оружием, и не является оружием. А табурет, скажите тебе, что все кресла отменить? Вот, руки накачают креслами, будут не табуретами махаться. Вот, у нас русский человек настолько, он, понимаете, как бы, ух, такой изъясный. Большинство из Воронклев, да, я не вспомню. На самом деле, такие случаи бывают в любой стране мира, не только у нас. Вот, а вспомните покойного юмориста Евдокимова, который, да, рассказывал, вырвал березу с корнем и всех в реку загнал. Вот, а представляете, а он идет после бани, рожа красная такая, да, и в полотенце у него огнестрельное оружие, короткоствольное. Вот, что березу рвать, когда у тебя под руками, да? Вот, и я понимаю, что как-то вот, а как определить степень? Вот, смотрите, ведь есть еще юридическая сторона вопроса. Вы, неужели вы не слыхали о превышении меры допустимой обороны? Нет, я слышал, и это было со стороны даже силовых органов, работников. Безусловно, это и есть место. Я, Елена, предлагаю вам пересмотреть свое решение, завтра прийти. Николай, скажите, пожалуйста, а те, кто не смогут все-таки подойти, они о результатах заседания где могут узнать, прочитать? Вы напишите или... Я трансляцию буду делать, да, и напишем. А то есть это будет транслироваться в сети? Нет, я потом выложу этот ролик, в сети мы не будем транслировать. Юрнический вопрос. Вооруженные люди предполагаются на вашем собрании или в кулачном бою будете сходиться? Николай, попросите им сдать оружие при входе. Келовек, который имеет официальное разрешение на ношение, и он придет, то мы не имеем права запретить ему это. Почему? Ну, почему? Если он имеет официальное разрешение, почему? Подождите, если сейчас человек имеет спецразрешение на ношение, допустим, травматического оружия. Допустим, пошел он в администрацию, проходит через вот эту рамку звонящую, да, и бах, у него оружие в кармане, вот, в портфеле, я не знаю где, под мышкой, вот, на кожаном ремне. У него начинает изымать. Для этого достаточно вот показать справку, что разрешено ношение травматического оружия, он может пройти куда угодно или в целях безопасности. Вы не в курсе? Ну, дело в том, что ношение тоже имеет ограничения, не везде его можно носить. В частности, в таких структурах, там, по-моему, согласно закону, просто он обязан сдавать его. Скорее всего, не пустят? Скорее всего, не пустят, да? Да, да, конечно. Николай, спасибо, спасибо, что вышли с нами на связь. Нет, во-первых, вам удачи в обсуждении столь сложного вопроса, я думаю, что мы сейчас подогрели интерес наших радиослушателей, и поскольку тема крайне важная для каждого из нас, потому что мы после, если будет дано добро, мы все будем рисковать получить пулю куда угодно и в любое время, и неизвестно за что, потому что вы же не будете легализовать оружие с обязательным удостоверением того, что вы мастер спорта по стрельбе. Можно им промазать. А почему бы и нет, кстати? Да, слишком. Опять же, тогда вопроса не имеет смысла. Почему и нет? Вот, надеемся, да. Кстати, нет, Володь, повторите, где завтра, во сколько? Завтра, Московская 31, каворкинг-центр, вход, 18.30, начало. А Московская 31, сориентируйте, это где примерно? Это угол Московской и Володарского. А, Московская и Володарского вот там будет, да? Ну что ж, спасибо, нет, спасибо вам большое, действительно, попытайтесь утрясти тему, я почему-то надеюсь, что благоразумие ветчан все-таки возобладает. Мне почему-то да. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай Пихтин был с нами на связи, организатор дискуссионного клуба «Вечерний», член общественной палаты Кировской области. Давайте сейчас сразу об юридических аспектах этого вопроса легализации оружия. А у нас показывает, нам есть звонок? А, есть у нас, у нас на связи сейчас Леонид Репин, это юрист. А, Леонид Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Мы очень рады вас слышать, мы с вами давно не виделись, и у меня к вам вопрос. У нас времени не так много до перерыва. Леонид Николаевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что, видимо, ношение или приобретение краткосвольного оружия, причем боевого, будет легализовано? Ваше отношение к этому. Вы юрист, вы бывший прокурор-важняк, вы работаете с людьми, совершающими преступления, в том числе и подобного плана. Вот, ваше мнение. Здесь ведь вопрос не вопрос оружия, что оружие опасно. Опасны люди, которые ее применяют. И здесь вопрос, наверное, для меня, по крайней мере, кому давать оружие, и дальше уже глубже смотреть, а как контролировать, допустим, как человек к этому оружию относится, где он его хранит, где ключи хранит. То есть, ведь есть потребность, допустим, там, боевого оружия, охотничьего оружия, например. Нет, вот как раз охотничье оружие мы полностью исключаем, поэтому проблема сейфов и ключей, она остается вне обсуждения. А это как раз то, что взял, тебе разрешено купить и разрешено носить. И носишь ты его, мы уже говорили, за поясом брюк, в кабуре, в наплечной, там, еще где-то. Вот, это именно вот этот вот вопрос. То есть, ту тему, которая... А здесь вопрос, для чего? Вот это оружие, допустим, вот, боевое оружие носить, для чего? И хранить для чего? Вот, надо ответить на этот вопрос. А может быть, законодательно как-то обязывать претендентов на оружие? Объясни нам. А у нас нет законодательства. А у нас нет законодательства. Нет, если мы говорим о легализации, значит, приниматься какие-то законы будут? У нас есть законодательно прописана база? У нас закон об оружии есть в Российской Федерации. Нет, у нас кому можно, кому нельзя, и там условия определенные. Но там вот для чего какая-то цель, допустим, она же не обозначена? Что вот он, приобретатель, должен, допустим, подтвердить, что оно ему необходимо, или он нуждается в чем-то, в том числе и в боевом оружии. Понятно, наградное оружие, допустим, там. За заслуги дается, да. И дается тем людям, за которых волноваться не приходится. Нет, ну вот тот человек, который расстрелял в школе, тот человек, который стрелял в храме в Южно-Сахалинске, приобретая оружие, допустим, гипотетически я предполагаю, что они его легально взяли, легально купили. Подождите, он же никто не написал, я пойду расстреляю верующих, я пойду расстреляю школьников. Понимаете, ведь вот это доказательная база, зачем тебе это надо? Ведь каждый напишет по уму, обороняться, боюсь, правильно? Нет, от кого обороняться? Вот я сегодня тоже пытался задать вопрос. А есть ли у нас статистика, когда боевое оружие, даже травматическое оружие, применено в целях самообороны? У нас такой статистики даже нет. Вот мы всегда пытаемся что-то запретить, сделать какие-то выводы, а причины-то мы не исследуем, допустим. Оборонялись они или не оборонялись, или всегда только нападали? Вот я сейчас понимаю, какую глубокую мысль вы высказали. Правильно ли я поняла, что прежде чем обсуждать темы легализации, создайте закон, четко регламентирующий правила приобретения, ношения и использования, правильно? Вот мы всегда говорим об основании, вот в правовых вопросах мы говорим правовое об основании темы, проблемы, правовое об основании заявления, там, иска какого-то. А здесь правовое об основании приобретения, какое? То, что он достиг 18 лет, то, что он на учетах не состоит. Это не основание. Вот, это ведь не основание, допустим. А основание, это должна быть какая-то, ну, социальная потребность, какая-то, не знаю, личная потребность, но она должна быть заслуживающей внимания. — То есть, например, мне нужно оружие для того, что я вот хожу на работу, на работе у меня все злодеи. Я хочу в случае чего, да, оборониться. — Стрельнуть, да. А причем люди, которые все злодеи по определению субъективного, по определению злочеловека, он, ну, не самый умный, не самый порядочный человек. То есть, вы знаете, где учитывание мнений, да, объективной, субъективной стороны? — Да ну что вы, Леонид Николаевич, я считаю, что вы поняли мою мысль. Я считаю, что вы абсолютно вот, что на сегодняшний момент говорить о какой-либо легализации настолько преждевременно, что... Или я вас неправильно поняла? — Нет, так мы не знаем, кому... И вот легализация, мы не знаем, кому в руки оно попадет. Критерий-то нет? — Нет, критериев. И поэтому, знаете, когда будут разбираться, да, что он с оружием, а он соблюдал все нормы, позиции закона, 18 есть, значит, вот это есть, справки есть, все сдал, все анализы в норме, слава богу, купил. Чего привязываться? Ну, стрельнул. А дальше начинается превышение допустимых мер обороны. — Только еще одно забыли, наверное, да, провести тестирование, насколько он психологически устойчив, допустим, там, к каким-то проблемам, которые могут у него в жизни возникнуть, у человека с оружием. — А мы это обсуждали, потому что мы уже и говорили о коррупции, существующей по этой позиции, то есть можешь дать денежку, и ты будешь настолько, чем больше денежка, тем больше ты устойчив. Вы сможете отрицать эту составляющую нынешней медицины? — Не только оружие, да? Вот мы встречались там в интернете и с правами, со справками, допустим, и с оружием, и с кредитами, там, везде, допустим, вопрос решается положительно. — Конечно. — И с этим же оружием, допустим, вот оружие приобрели, вот оружие хранят, вот сейф есть, а дальше участковый сколько раз ходит, проверяет, кто знает, где хранятся ключи. Оружие дали конкретному человеку, например, мужчине, хозяину, а доступ имеют все члены семьи, им-то оружие не давали. — Правильно. Леонид Николаевич, спасибо вам огромное. Вы как бывший сотрудник прокуратуры, вы сегодня как действующий юрист, вы нас очень активно просветили. Спасибо большое. — Спасибо, на рекламу нам пора бежать. — Спасибо вам. — Спасибо большое, мы побежали на рекламу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». — 708-502, номер нашего прямого эфира. Говорим мы о том, надо ли легализовывать оружие, надо ли делать его более доступным. — Ну, было бы неправильно не дать возможность высказать человеку, который, собственно говоря, будет представлять тему, что он за решение. — Ярослав Шитов, который будет отстаивать позицию за легализацию, который завтра будет озвучивать эту позицию в ходе вечернего дискуссионного клуба в 18.30, он сейчас сам дозвонился до нас. — Да, по-моему. — И мы сейчас имеем возможность с ним пообщаться. Ярослав, добрый день. — Здравствуйте. — Добрый день. — Вы координатор Кировского отделения общественной организации «Право на оружие». — Ваша позиция по легализации, что вы понимаете под словом легализация? — Легализация уже, значит, каким образом это будет обсуждаться? То есть это будет в форме общественной дискуссии по поводу... — Алло. — Да-да-да, мы вас слышим. — По поводу... — Нет, хорошо слышно, продолжайте говорить. — По поводу предпринимателей, граждан, возможности иметь кортесольное огнестрельное нарезное оружие в качестве оружия самообороны. — Так, нет, мы это поняли. Мы это поняли. Что значит слово легализация? — Легализация — это общепонятный термин для всех людей. Оружие в России уже легализовано на сегодняшний день. — Ну, я с вами согласен. Можно купить, если хочешь, можно купить, если соответствуешь всем параметрам. Справку получил и так далее. — Да, справка. То есть я хотел бы сказать пару слов о том, что я не буду рассказать сейчас все темы, которые мы завтра будем обсуждать, но я хотел бы сказать пару слов о поддержке нашей системы, которая существует по контролю за хранением, приобретением и оборотом оружия в Российской Федерации. Она на сегодняшний день является одной из наиболее строгих систем, существующих в мире. То есть она наиболее эффективна, и ее эффективность как раз подкреплена к той практике, которая существует на протяжении уже более 20 лет. — Хорошо. Есть ли у вас данные, говорящие о том, насколько человеку полезно ходить, вооружившись? — О полезности говорит о том, что количество преступлений с применением легального оружия, то есть того, которое зарегистрировано у граждан на руках, составляет по данным Росстата менее 0,01% от общего числа преступлений. То есть я могу вам сказать, что население России на руках более 6,5 миллионов оружия на сегодняшний день. В Москве, в Москве. — Я понимаю, что статистика эта в основном сводится к случайным убийствам на охоте, потому что мы говорим о длинноствольном оружии, как правило. Краткоствольное оружие редко кто покупает с целью поохотиться. — В Москве более полумиллиона единиц травматического оружия, из них зарегистрировано преступлений в Москве за 2011-2012 годы количество не превышало... — Травматическое небоевое. — Травматическое оружие. — Травматика небоевое. — У нас боевого пока пистолетов вот именно что нету. — Убить можно. — Поэтому статистики по пистолетам легальным, которые на руках у населения, ее просто не существует, просто нет объекта обсуждения. — Хорошо. То есть сегодня вы не можете сказать, насколько обезопасит себя человек, имеющий в кармане... — Это можно сделать, аналогию провести на примере стран, которые раньше входили в Советский Союз, то есть стран, которые тем или иным образом связаны с Россией по ментальному уровню. — Например? — Общекультурное пространство. Такие страны, как Молдавия, где количество русских порядка 30%, либо Литва, где количество русских этнических составляет порядка 15%. И нет никакой объективной статистики о том, чтобы русские именно в силу своей ментальности, уникальности совершали большее количество преступлений с использованием именно легального оружия. Такой статистики просто нет. — Они просто живут в том социуме, который не позволяет разуховиться русской своенравной душе. Спасибо большое. Мы ваше мнение услышали. — Отпустить тормоза, что называется. — Да. Надеюсь, что завтра будет интересный разговор. Вы говорите очень интересные вещи. Ну что, спасибо и до свидания. — Спасибо Ярославу Шитову, координатору Кировского отделения общественной организации «Право на оружие». Оно остается 4, даже 3 минуты. У нас сейчас на связи Роман Титов, руководитель медиахолдинга «Вят.Инфо». У него тоже интересные мнения по этому поводу. Роман, добрый день. — Добрый день. — Здравствуйте. — Вот мы говорим сегодня о возможной легализации. Дискуссия эта давно уже ведется, и в том числе на Кировской площадке завтра будет обсуждаться. Ваша точка зрения по поводу разрешения или неразрешения свободного доступа? — Если перефразировать рекламу, которая была недавно в рекламной паузе, то я сторонник такой позиции, что чтобы был здоров народ, покупай гранатомет. Но это шутка. На самом деле я в течение долгих лет уже выступаю за легализацию нарезного персонального оружия, то есть пистолетов, револьверов. И, на мой взгляд, общая мировая практика показывает, что легализация оружия приводит к снижению преступности, в то время как, наоборот, запрет на свободное ношение огнестрельного оружия, как в Великобритании, введенный в 1997 году, он привел к резкому увеличению вот этой самой преступности, связанной с легальным использованием огнестрельного оружия. — Зачем? — Так, Роман, вы за или против? Или вы пока сомневающиеся, находитесь в позиции раздумья? — Нет, я исключительно за легализацию. Я говорю о том, что отмена легализации привела к росту преступности, что плохо. Зачем? Очень просто. У нас в Конституции записано, что жизнь человека — это главная ценность, и человек имеет право эту ценность отстаивать. Часто приходится слышать, знаете, что наша жизнь должна защищать милиция. Давайте тогда, раз у нас есть пожарная охрана, еще запретим тогда использовать огнетушители. То есть каждый человек должен иметь оружие, и каждый человек должен иметь возможность преступникам противостоять. Благо, вот сегодня посмотрел статистику, в Америке, где оружие легализовано, 34% преступников обезоруживаются, либо убиваются гражданами, гражданским оружием. Это очень большая цифра, и это очень цифра, которая помогла нашей полиции. — Вы знаете, вы высказали свое мнение, и хотя можно очень активно спорить по поводу высказанных вами позиций, в том числе по американцам, которые что-то разоружают. У них, видите, вначале суд решает, виновен или нет, а там субъективное мнение судей, в принципе, основанное на законе, а потом следствие. То есть у нас очень много расхождений, и по ментальности действительно... И простите, пожалуйста, Роман, простите, я вот 30 секунд так говорю, простите, пожалуйста, ни один американец, ни один европеец ему не придет в голову переходить дорогу на красный свет. У нас бегут как тараканы. У них внушение, признание полностью подчинения закону ведется от рождения. У нас, извините, все далеко не так, и все наперекосяк. Вот я считаю, я не противник легализации, в принципе, я противник легализации оружия сейчас. Потому что вначале давайте внушим уважение к закону, безоговорочное исполнение закона, и тогда будем вооружаться. А то у нас, простите, если человек, который идет на тебя с ножом, наверное, где-то заслуживает пули, хотя наш суд вряд ли признает, да, что... Они признают, что на нож можно было идти с ножом, а не со стрелковым оружием. Я говорю о том, что вначале создайте законодательную базу, а потом вооружайтесь уже как хотите. Создайте в нашем организме тот барьер, который запретит нам стрелять, потому что мы выпили, потому что мы обиделись. Причем более детализированная проработка этого вопроса, да. Так, коллеги, но смотрите, в России на руках 6 миллионов стволов сейчас находится, а объем преступности, связанных с огнестрелем оружием, он ничтожен. То есть у нас стволов, извините, больше в 6 раз, чем численность российской армии. И это не приводит к каким-то там пьяным эксцессам. Количество преступлений, связанных с огнестрелом, оно очень ничтожно в общей структуре преступности. Ну, потому что он сильно предпочитает нажить, нажить табуретки. Наличие какой-то особой ментальности. Нет никакой ментальности. Мы такие же люди, как все остальные, как молдаване, как прибалты. Это один тот же народ. К сожалению, времени у нас не хватает. У нас сейчас новости. Роман, спасибо большое. Роман, спасибо большое. Все услышали, что тема настолько спорная, что дискутировать можно бесконечно. Роман Титов был с нами на связи, руководитель медиахолдинга «Виатинфо». Я напомню про наш опрос. Вы еще можете проголосовать. Что вы думаете по поводу регулизации оружия? Мы вернемся с перерыва. Далее новости. И в начале следующего часа вернемся. Пока.